В эфире общественное телевидение Донбасса, передача «Донецкая правда», я Виталий Сизов. Сегодня мы поговорим о соблюдении законности в зоне проведения антитеррористической операции. Здесь не совсем действуют правила и законы, которые привычны для остальной Украины, поэтому многие люди пытаются совершить какие-то незаконные действия, уйти от ответственности, надеясь, что их не поймают и не найдут. Так, в селе Майдан Славянского района неизвестные люди стали выкапывать оросительную систему. На это отреагировала СБУ, и наш журналист проследил за развитием ситуации. Возле Майдана идет охота на металл. Именно так. Майдан называется село в Славянском районе, где сотрудники СБУ совместно с милицией задержали трубных копателей. Майдан Славянского района, где сотрудники СБУ совместно с милицией задержали трубных копейки. Объявление взяли, надо резчики и все. А сколько вам пообещали заплатить? Да ну как обещали. Еще первый раз приехали, смотрим, что оно так как получается и не получается. А как вас зовут и откуда вы приехали сюда? Роман Сизюма. С Изюма? Да, работы нема, ни хрена. По словам жителей Майдана, такую картину здесь видят не впервые. Первый раз мы их видели, по-моему, 27-26 марта. Вот так. Но они работали на другом участке. Точно так же вызывали МВД, вызывали сотрудников СБУ, обращались к депутатам всех уровней. И на тот момент телевидение приезжало. Ну, как мы поняли, что тогда тоже действия были незаконные, потому что тот участок трубы они зарыли. Как сейчас все разберется, будем смотреть. А скажите, почему вы так переживаете за эту трубу, что она для села значит, эта система? Эта труба очень важна, потому что это подводящий канал растительной системы, который запитывает дальше основной участок, непосредственно, где проходит насосная станция. Там порядка 40 километров труб, и они уже дают разводку по всем полям. Если этот участок изъять, то нет, так сказать, логики в остальной системе. Рабочие, которые рыли и резали трубу, показывают копию документов. Написано, что сумма договора – 290 тысяч гривен, а заказчиком работ выступает Славянское межрайонное управление водных ресурсов. Идем в это самое управление. Это можно написать, что угодно. А там печати были наши, номер договора нет. Ну, извините меня, сейчас такое время, что можно сделать любые документы. Даже с печатем, если так, по большому счету. Ну, а та труба – это ваша труба? Да, это наша труба. Сейчас, если действительно там проводятся работы, значит, опять будем обращаться в милицию. Как рассказал чиновник, копатели уже успели нанести государству ущерб более чем на 40 тысяч гривен. Убытки от раскопок возле Майдана еще предстоит подсчитать. Так же, как предстоит найти заказчика трубного дела. До Славянского межрайонного межрайонного межрайона надійшло поведомление про то, что неведомые особи выкапывают трубы у села Майдан Славянского района. На место выехала следовательная группа. За данным фактом, открыто криминальное проведение за частью 1 ст. 185 Крадежка Кровного кодексу Украины. Санкція статей передбачает покарание від штрафу до позбавления воли строком до 3-х годов. Слідство тревает. Редактор субтитров А.Семкин